Для треогранного угла, также как на плоскости, есть возможность выразить третью сторону треугольника, зная две труки и углы между ними. Один из способов показать, что увеличивается состояние на плоскости, он заключается вот в чем. Когда у нас есть треугольник АВ с углом гамма, то у нас есть просто-напросто теорема точность. С в квадрате, это А в квадрате плюс В в квадрате, минус 2АВ в косминусе. Отлично. Если А и В фиксированная величина, то вопрос только в том, что делает косминус, когда гамма увеличивается. Но все знают, что когда угол увеличивается, соответственно, косминус уменьшается. Правда? Косминус функции убывающая на интервале от 0 до осталось 90 градусов. Но, соответственно, минус тосминус увеличивается, то есть С в квадрате увеличивается. Ну, разумеется, это можно и бестериную косминусу доказать. Очень понятно. Теперь, как в пространстве? Трон то же самое. В пространстве у вас возникает не треугольник, а сферический треугольник. Что это значит? Это значит, что фактически у вас есть сфера. Из центра этой самой сферы, ну, давайте для простоты пусть сфера нетрадиуса 1, проведены, на самом деле, три луча. Эти лучи обладают следующим свойством. Вот этот вот угол, так, ребята, роль стороны треугольника для сферического треугольника выполняет, конечно, величина угла, да? Вот это вот некоторый угол альфа. Между двумя другими лучами некоторый угол бета. Ну, и вот там, соответственно, между этими лучами возникает какой-то там угол гамма. Это аналог тех А, В, С. И еще есть двугранный угол. Замечательно. Двугранный угол, это между вот этими двумя плоскостями. Между плоскостью, в которой лежит угол альфа, и плоскостью, где лежит угол бета. Мы должны найти соотношение на величину гамма, то есть выразить ее через альфа-бета и величину вот этого двугранного угла. Давайте этот двугранный угол обозначим угол С. Отлично. Каким способом это проще всего сделать? А вот. Разумно ввести вектор, а именно вектор ОА, который из центра сферы вдоль луча, который напротив угла альфа, до пересечения со сферой. Соответственно, ввести вектор ОБ, чтобы было напротив угла бета, и чтобы было напротив угла гамма, вот эту точку обозначим С. Соответственно, угол С. Отлично. И смотрите, меня интересует на самом деле величина угла гамма. Что такое величина угла гамма? Что такое 8 гамма? А это очень просто. Это скалярное произведение векторов ОА и ОБ. Потому что по определению скалярным произведением двух векторов называют произведение их длины на косинус угла между гамма. У нас длины единичные, косинус угла – это есть как раз этот самый косинус гамма. Замечательно. Сейчас мы должны выразить это скалярное произведение через альфа, бета и угол С. Наверное, уже все догадались, как это сделать. Господа, у нас есть угол, где есть вектор ОА. А вот это вот точка С. Мы можем взять и разложить следующим способом. Вдоль вектора ОС и перпекатикулярно вектор ОС. Смотрите, вектор ОА – это есть косинус вот этого угла, угол между ОА и С вне бета. Это косинус бета умножить на ОС плюс синус бета умножить… Вот я не знаю, как обозначить вектор, который перпендикулярен. А давайте так и напишем. Вектор У. Просто введу такой вектор У. Он обладает следующим свойством. Он перпендикулярен вектору ОС. Перпендикулярен вектору ОС. Он лежит в плоскости ОАС. Вектор У в плоскости ОАС. И при этом он по длине районной единицы. Тогда косинус бета умножить на ОС плюс синус бета умножить на О. Отлично. Ровно так же, когда я нарисую другой угол, а именно угол вот этот вот, да, с точки В, то вектор ОВ разложится на татию 2. Правильно? Пишу вектор ОВ – это косинус альфа умножить на ОА плюс синус альфа умножить на В. Ну, где В – то же самое. Вектор, лежащий в плоскости ОВС, длины 1 и перпендикулярный к вектору ОС. То есть я разложил и вектор ОА, и вектор ОВ, так сказать, вдоль и поперек, вдоль и поперек. Теперь осталось подставить вот эти две формулы сюда и перемножить. По-моему, очевидно, что будет. Давайте я вот сюда прямо это и напишу. Получится такая форма. Осинус гамма – это и есть произведение косинус бета векторов ОС плюс синус бета векторов В. Произведение столярное. И косинус альфа векторов ОС плюс синус альфа векторов В. Перемножаем. Обратите внимание, вектор ОС перпендикулярен и У, и В. Поэтому его столярное умножение на них, это бессмысленно, получаются ответы 0. Вот С умножить на ОС – это единица. Поэтому получается косинус бета в косинус альфа. Так, и здесь что получается? Смотрите, ну на В умножать – это, что есть интересное. У и В вектора, расположенные в плоскостях, перпендикулярно линии пересечения, а это значит, что это и есть те самые векторы, между которыми угол С. Значит, эскалярное произведение – это будет косинус С. Вот и получим синус альфа, синус бета умножить на косинус 2 С. Все. Господа, теперь если у меня альфа и бета фиксированы, то вот эти вот величины, косинус, косинус, синус, синус, это фиксированные конкретные числи. И, соответственно, косинус С будет уменьшаться. Косинус С будет уменьшаться. Значит, все это выражение будет уменьшаться. Понятно ли, да? Ну, потому что ты положил включить. Но, внимание, а значит, гамма будет что делать? Чтобы косинус угла уменьшался, что должен делать угол? Увеличиваться. Как и УД. С с шапочкой. Угол между близкостями ОЦА и ОЦБ.